Привет, красотка! У меня сейчас очень интересные чувства. Ощущение, будто мы вернулись в прошлое, потому что раньше я снимала подобные видео очень часто, когда у меня еще основная тематика была бьюти. Я снимала про прически, про макияжи, и сейчас мне даже как будто как-то не в своей тарелочке немного сидится, потому что я уже давно о таком не снимала. Но у меня есть потрясающий повод. Это моя новая стрижка. У меня была вот такая длина. И сначала я себе резанула, как я думала, очень много, и для меня это было тоже каре, но это было где-то вот досюда. Ну а потом я решила гулять-то гулять и резанула нормально себе по ключице. Даже уже сейчас чуть-чуть отросли были вот так вот. К чему я это говорю? К тому, что у меня открылась дверца в мир новых причесок. Или так, причесок, адаптированных под удлиненное каре. Знаете, правда, когда я слышу слово прически, это звучит сильно. Спойлер, чтобы вы понимали, вот это для меня как бы тоже уже прическа. На самом деле сейчас волосы у меня просто помытые, я с ними абсолютно ничего не делала. В этом видео я хочу вам в первую очередь показать укладку, которую я очень люблю на эту длину. И на основе этой укладки я покажу несколько причесок. Ладно, назовем это все-таки прически. Хотя их можно делать на абсолютно любые волосы. Можно вот на такие, то есть абсолютно не уложенные, ничего с ними не произошло. Можно на вытянутые, выпрямленные волосы. Тоже будет смотреться классно. Ну а сейчас я просто начну с того, что сбрызну... А, вроде попало. Нанесу, в общем, термозащиту. Нужно волосики защищать. Их и так немного сейчас у меня. Мне уже так нравятся, если честно, с длинными волосами. У меня такого не было. Если я помою волосы, особенно я их помыла вчера вечером, это значит, что они полувлажные были еще, когда я засыпала. Ну такие уже подсушенные, но полувлажные. И на утро, если бы у меня были длинные волосы, сейчас был бы полный пипец. Вся бы длина была кто в лес, кто под дрова. Какие-то прямые, какие-то волнистые, какие-то просто вот так получится. И, конечно, от того, что они короче, им как бы есть куда деться. Они более какие-то однородные. Нет такого, что их прям срочно надо выпрямить. Что за агрегат я использую? Это Babyliss, но, по-моему, это его китайская версия. То есть вот у меня был Babyliss оригинал. Он у меня довольно-таки быстро сломался. Не знаю, почему так. И это его китайский аналог. Даже не написан бренд, если честно. Но она служит мне верой и правдой лет пять. Преимущество этой плойки в том, что, конечно же, она сама за тебя крутит локон. Тебе не нужно вот эти вот все манипуляции делать. Ты здесь выстраиваешь температуру. Ты здесь выстраиваешь тип модели. То есть хочешь ты очень легкие волны или прям вот такие вот. И направление левое-правое. Это что значит? Если ты выбираешь левое и ты делаешь левую сторону, пряди будут от лица. Ну, собственно, как нам всеми надо. Когда я делаю правую сторону, я выбираю режим правый. И у меня справа тоже от лица. Я ставлю модель 10 секунд. Температуру 170. Верхнюю часть волос, примерно половину, я заверну в шишку или в хвост, чтобы они просто не мешали. Что? Ну вот почему дома, когда ты за секунду делаешь, у тебя получается идеальный пучок? Итак, я выбираю не толстую прядь. Если возьмете слишком толстую, она ее зажует и выплюнет обратно. Но не беспокойтесь, она ее не задержит и не перегреет. Вот таким образом помещаем прядь и зажимаем. И сейчас она 10 секунд ее погреет и отдаст. Когда я делаю укладку не чтобы куда-то пойти, чтобы меня прям супер долго держалось, была прям какая-то фактура, я так и оставляю. Я вообще не наношу лак, никакое фиксирующее средство, ничего. Но сегодня я взяла с собой лак, просто чтобы показать прическу более долгоиграющую. И работаем в таком же темпе с остальными прядями. На самом деле это очень быстро, особенно на короткие волосы. Я обычно включаю себе какую-нибудь лекцию, садгуру, например. Ну не лекцию, а просто его видяшечку. Мне очень нравится его переводчик именно на русский язык. Ну вот, собственно, прошло 7 минут. У меня нижний ярус полностью готов. Это я еще болтала, что-то вам показывала. Мы распускаем верхний. К слову, почему я вообще решила показать эту прическу? Потому что на нее вопросов примерно миллион. Когда я делаю такую укладку, мне сразу пишут, боже, как, что, где? А на самом деле все довольно-таки легко и просто. И даже быстро. Почему я так держу? Потому что на этом этапе важно понять, какой вы хотите пробор иметь в будущем. Мне вот нравится именно на такую длину немножечко косой прибор. Прибор. Хорошо. Сейчас давайте я вам покажу чудеса монтажа. Вуаля. Верхний этаж у меня занял еще минут 8. И сейчас я сбрызну лаком всю капну. Слегка совсем, слегка. Кстати, у кого линзы контактные, кто носит линзы, всегда закрывайте глаза, когда вас брызгают лаком или вы брызгаете себя лаком. Потому что линза времена суперглазок, давайте вспомним. Суть в том, что пары лака настолько клейкие, настолько они мощные, что они проходят через линзу моментально, ее как бы склеивая. И это даже никак потом не промыть. Просто потом вот так распределяю пряди, чтобы все это смотрелось более небрежно, как будто я не прилагала абсолютно никаких усилий в эту прическу. И получается невероятный объем. И особенно, когда ты перекидываешь с одной стороны на другую сторону. Вот, собственно, та самая основа, на которой мы будем делать сегодня прически. Одна из моих любимых причесок. Здесь не страшно, что у нас локоны в разные стороны смотрят. Главное сделать прямой пробор и убрать волосы в нижний хвост. И вот эту всю часть по голове сделать довольно-таки прилизанной. Можно даже вот эти гладкие пряди сильно залачить. И тогда будет очень голливудская такая прическа. Хотя, казалось бы, она очень простая. Добавить какие-нибудь крупные украшения. Красная помада, например. И уже шикарно. Очень элегантно выглядит. А еще можно, как акцентный аксессуар, добавить ободок. Единственное, я сейчас поняла, что из-за того, что я сделала вот такую вот пышную укладку, у меня волосы сзади в хвостике, ну, как метла немножко смотрятся. Если волосы прямые, это очень смотрится аккуратно. Поэтому я решила из этой прически перейти в шишечку. И вот смотрите, как у нас аккуратно сзади получилось. Просто я вам очень хотела показать эту укладку. И не хотела снимать два видео. Отдельную укладку, отдельно прически. Кстати, ободок просто даже на распущенные волосы, без каких-либо причесок, встал, надел, пошел. Очень красиво. И волосы не мешают. Можно считать, что это было две прически? С ободком три. Для следующей прически нам понадобятся передние пряди. Это вообще топчик на самом деле, любимое мое, потому что с длинными волосами так эстетично это не выглядело, ведь они длинные. И это смотрится немного странно. Если у тебя одна длина, вот все досюда, например, ты хочешь сделать какую-то прическу, убрать волосы часть наверх, достаешь пряди у лица и опа, они вот такие длинные. Кстати, для этой прически наша укладка прям очень круто подходит, потому что с укладкой она смотрится супер торжественно. Вот если сейчас то же самое представить на прямые волосы, довольно-таки повседневно, можно сказать. А с локонами, конечно же, смотрится намного праздничнее. Мы забираем верхнюю часть волос. И я, внимание, делю волосы неровно напополам, чтобы у нас прям очень много волос было наверху. Все-таки основа у нас лежит внизу, поэтому я забираю от уха до макушки и от уха до макушки. Вот эту часть я забираю. Здесь классно было бы, если бы у вас была какая-то акцентная резинка, хотя это не обязательно, но это добавит прическе особый шарм и фиксируем резинкой. Далее немного достаем вот эти пряди, чтобы объемчик у нас вернулся. У этой же прически, как мне кажется, много вообще настроений под такой вот стиль одежды. Она такая более дерзкая. Если же наоборот ее надеть с каким-то женственным платьем, то она совершенно по-другому заиграет. И отсюда же мы можем перейти в следующую прическу, которая будет очень похожа, потому что здесь будет сверху просто шишечка. Кстати, чем мне нравится именно такая прическа на короткие волосы, нежели на длинные, что здесь шишка действительно небольшая, потому что на мои длинные волосы... Извините, пожалуйста. Потому что на мои длинные волосы, когда я хотела сделать вот такую шишку половинчатую, у меня такая шишка там получалась от всех моих волос, что казалось, будто там еще одна голова растет. В общем, какой-то легкости такой не было, игривости. Как я делаю свою шишку? Здесь тоже ловкость рук, никакого мошенничества. Сначала я закручиваю всю копну в жгут, почти до конца докручиваю этот жгут, пока он сам уже не начнет закручиваться. И вот такая какашечка у меня получается. И уже сверху, когда прям такое тугое натяжение наверху, я фиксирую резинкой, пытаясь загладить все волоски, которые начинают торчать. Конечно, можно воспользоваться лаком для более качественного эффекта, но когда ты делаешь это просто вот так вот как-то, сидя на парах, идя по улице, бегом, конечно, никакого у тебя лака нет, тоже можно зафиксировать, и будет очень мило смотреться. Она прям такая игривая, летняя, на какую-то вечеринку, или просто в магазин можно так пойти. Для следующей прически нам понадобятся вот такие милые крабики. Не обязательно такие, главное, чтобы они держали ваш волос. Пробор прямой. И сейчас, как, наверное, многие догадались, мы будем закалывать передние волосы, создавая такую прическу, немножко стиль 80-х, 70-х, мне оно напоминает. Я беру вот таким образом передние пряди. Здесь проще наблюдать, а не слушать даже мои комментарии. Заворачиваю такой удобный жгут, мне кажется, это руками проще осознать. Главное для меня это вот натяжение от виска, чтобы здесь была такая вот прямая натянутая линия. И где комфортно, где зафиксируются ваши волосы в крабике, крепим его, соединяя вот эти волосы, которые мы натягиваем, и те, что там остаются прямыми. Вот что у нас получается. Можно немного вытянуть эти пряди, не сильно, чтобы голова не становилась инопланетной, какой-то треугольной. И вуаля, сила в простоте. Смотрите, просто как элементарно и как играет по-другому настроение лицо. Ну, она прям такая девочка-девочка, я бы сказала. Еще один способ закрепить волосы оригинальным способом и более устойчиво, чем предыдущие, потому что крабики, они все равно имеют свойство, ты там повертел головой, наклонился, они уже немножко сползли. А эта прическа, она более устойчивая и держится дольше. Нам также понадобятся эти пряди у уха. Не нужно брать всю копну, да, я беру только вот эту прядь. И из нее мы делаем косичку, плетем косичку элементарным образом, самую простую, самую обычную. Кстати, это такой кайф сейчас, на Еве отрабатывает все, что хочется. Как живая куколка, она такая, ну, конечно же, если у нее есть настроение сидеть. Зачастую его нет. Иногда, отвлекаясь на еду, она может забыть, что я ей что-то плету. Толщину косы вы можете варьировать сами. Хотите, возьмите больше прядь, то есть больше прям волос. И тогда она, знаете, получится сзади прям как в греческом стиле, такая, две косички соединятся, будет очень красиво. Фиксирую я вот такой резиночкой, малюсенькой. Это ненадолго. То же самое делаем с другой стороны. И обращайте внимание, что ваше натяжение должно быть постоянно назад. Если вы будете плести вот так вот вперед, потом, когда вы ее повернете назад, появится петух такой. Волосы, которые изначально не направлены назад. И придется переделывать, переплетать всю косичку. И эту косичку уже можно не фиксировать. Почему? Потому что можно ее соединять с нашей первой косичкой сзади. Сразу же смотрим на те волосы, которые у нас здесь остаются. Удобным образом соединяем и сразу поправляем вот эти пряди, которые остались, чтобы не было никаких петушков вот здесь не образовывалось. Распускаем ту косичку, самую первую, и этой же резинкой можем воспользоваться, чтобы их соединить. Конечно же, такую резиночку оставлять не очень хочется, поэтому нам снова понадобится крабик или что угодно. Можете на самом деле саму резиночку сделать, взять более симпатичную, акцентную. Но так как у меня косы очень маленькие, мне сюда не хочется усложнять, не хочется большую какую-то резинку делать. Я лучше прикрою всю эту красоту крабиком. И напоследок прическа с заколками могут подойти невидимки. Делаем косой пробор. Одну часть волос, где у нас больше волос, мы прям активно заправляем за ухо. Вот таким образом. В принципе, можно прибегнуть к лаку, потому что начинают торчать вот эти пушки. И вот эту сторону мы будем украшать невидимками. Мы можем тоже здесь немножко прилачить. И начиная от уха, я креплю невидимки. Я креплю их прям параллельно друг к другу, штуки 4 подряд. Они прям являются здесь таким акцентом, и на самом деле от их настроения зависит настроение всей прически. Потому что можно найти невидимки с всякими там цветочками такие, радостные какие-то. Можно найти невидимки с жемчугом. Очень такие минималистичные, при этом будут выглядеть очень богато. Но так как тема нашего видео это прически на каждый день, я выбрала вариант самых обыкновенных черных невидимок. Ну что, на этом моя фантазия закончилась, и это было все, чем я хотела поделиться. Я надеюсь, вы хорошо провели время в моей компании. Если хотите видеть и даже слышать меня чаще, потому что функция голосовых сообщений есть только в Телеграме. Я вас приглашаю туда. Плюс там офигенная музыка, я считаю, на мой вкус. Я же ее отправляю. Просто понимаете, что я использую Телеграм, чтобы слушать музыку. Она же работает в оффлайн-режиме, когда ты закрываешь, вообще блокируешь телефон. И даже в самолете, в авиарежиме. То есть вообще, где сейчас такое бесплатно есть? И чуть не забыла, небольшое нововведение, объявление. Вы знаете, что происходит в последние месяцы с монетизацией на Ютьюбе, что ее нет, собственно. Многие блогеры вообще уходят с Ютьюб, потому что платформа такая, снимай, конечно, но ничего не ожидай. Я, если что, не ухожу. Это не объявление о том, что я закрываю канал. Просто в последнее время многие спрашивают о том, как вы можете поддержать блогеров. И я уже говорила о такой функции, как VPN, что вы можете смотреть видео с VPN, и тогда что-то нам может будет перепадать. То есть вы будете видеть рекламу. Плюс сейчас у меня в описании появилась ссылка, по которой можно поддержать канал. Я премного благодарна и вообще абсолютно без ожиданий. Кому это комфортно, кому это удобно. Я продолжаю снимать видео. Все хорошо. Увидимся совсем скоро. Люблю, целую, обнимаю. Пока.